Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мы озвучиваем вопросы, которые мне задавали, они помещены на нашем сайте. Вопрос 310. Первый том. Тавид. Он сказал, я Азария из рода Анани Великого, из братьев твоих. Обманул ли ангел Рафаила Тавита? Ангел Рафаил Тавита, выдавая себя за Азарию. Ответ. Ответ. Нет, не обманул. Ибо по-еврейски Рафаила означает исцеление Божие, а Азария – помощь Божия. Он был послан к Тавиту и Саре, чтобы их исцелить и оказать помощь от Бога в исправлении ситуации. Тавид был исцелен от скрипоты, а Сара вышла замуж. Оба имени и их значения были оправданы на деле. Вопрос 311. Первый том. Откровение. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Почему же мы поклоняемся ангелам? Разве это правильно? Ответ. Правильно. Если в мыслях представляем ангела, и ангелам воздаем ангельскую честь, но не божескую, поклонение ангелам допускалось в Ветхом Завете. Книга Судей. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господний поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. Пожалуйста. Представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня. И напишите все совершившееся в книгу. И встал ли они, и более уже не видели его. Почему же тогда Иоанну ангел запретил поклонение себе? Мы можем предположить, что Иоанн был в великом смущении и откровении. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. Только что перед этим явлением являлся Христос в виде ангела. Вслед за тем снова является ангел. Иоанн поклонился этому ангелу с внутренним поклонением, как Богу. От такого поклонения ангел принять уже не мог. Ибо я засослужитель тебе и братец. Сектанты все вообще не понимают это. Не положено. Все. Корнили поклонился. Я, Петр говорит, не принимаю такое поклонение. Почему? А в других местах-то? Они тебе не берут в другие места. Там сыны, пророчицы. Нет, нет. Одно место берет, узы взгляда на есть. Это сектантство в чистом виде. Богу поклонись. Иоанн без этих слов знал, что ангел есть сослужитель. Но в данный момент ангел показывает ошибку Иоанна. Как бы говоря так, я всего лишь сослужитель. И божеская честь мне непристойна. С таким поклонением ты можешь преподать только к Богу. Богу поклонись. Такая трактовка не допускает никаких противоречий в Священном Писании. Чтобы ни одно место Писания не противоречило другому. А то не делай изображение 20 глав. А в 25-й, говорит, делай. Совмести эти слова ты. Делай, не делай. Это же Бог сказал. Ничего не могут. Сектанты вообще Писания не знают. Вырвал одно место, и на нем секта построена. Егова, Егова, Егова. Все еговисты. Суббота, суббота, субботники. В противном случае, если рассуждать по-сектантски, ангелы-то принимают поклонение. То принимают поклонение, то не принимают. А такой непоследовательности в служителях Божьих не бывает. Не бывает. Дальше. Опрос 312-й, первый том, открытый МОКОМ. Марка. По прошествию субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. Разве разрешалось у иудеев, женщинам, мазать тело мужчин? Ответ. Здесь и не говорится, что этими ароматами они мазали голое тело. Этим занимались мужчины. А те только несли, и притом тело не разворачивали, а пропитывали сплощаницы, в которые было завернуто тело. Обливалось сверху и со всех сторон. Предохранялось от гниения, иссушая влагу. Это не было бальзамирование тела, при котором через ноздрю человека отсасывали мозг, а через отверстия в боку извлекали внутренности. А все тело пропитывались особенными антигнилостными составами и смолами. В Игипте так делают. Вопрос 313, 2 Петра. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Что значит соблюдать? Ответ. Соблюдать для какого суда? Если для временного, для наказания, возмездие здесь на земле, это означает, не дай им исчезнуть, наложить на себя руки, чтобы они понесли заслуженное наказание, сели на скольдюг подсудимых. Вор должен сидеть в тюрьме. Если же речь идет о страшном суде, то слово «соблюди» имеет смысл, не дай им превратиться в ничто, но пусть они воскреснут и ответят за свои беззакония. Видите, какие ответы? Вот я все слушаю, как отвечает там Смирнов, другие, а ни Писание не знают, ни Жития не знают, ничего нет, он просто от себя говорит, ну и люди так понимают, все время идут вопросы. Ответ должен вот такой быть, по слову Божию. Вот сколько мест Писания привожу все время? Вопрос Таисто 14, Первый том открытым оком. Библии Ветхому Новому Завету уже много лет. Неужели за 3600 лет при переизданиях не были внесены изменения и дополнения? Ответ. Библия об этом говорит так. От Матфея. Небо и земля придут, но слова мои не придут, Еремея. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Слово Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Это гарант сохранности Слова Божия. Тем более даны такие грозные предупреждения относительно дополнения и убавления. Второзаконие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Причи. Не прибавляй к словам Него, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Лжецом? Откровение. А со лжецами что будет? Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Вопрос 315. Бытие. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Кто такие сыны Божии и дочери человеческие? Ответ. Епископ Виссарион толкует, что сыны Божии это потомки Сифа, а дочери человеческие потомки Каина. Вопрос 316. В Библии встречаются слова, написанные курсивом. Что они обозначают? Наклонный букв, вот так, курсивом, видите, как боком. Ответ. Дословный перевод с одного языка на другой имеет свои особенности затруднения. Чтобы точнее передать мысль, заключенную в оригинале, при переводе требуются дополнительно разъясняющие слова. Считай. Они ни в коей мере не искажают смысл оригинала, но для русского читаются необходимы. Читателя. В то же время переводчики не упускали из виду, что они работают с текстом Священного Писания, где необходимо проявить максимальную точность и благоговение. И добавленные разъяснительные слова они написали наклонным к шрифтам, курсивам, с большей честностью относясь к читателям, чтобы в более поздние времена никто не упрекнул их, что они что-то добавили к Слову Божию, исказили его, как говорят старообрядцы и сектанты, иеговисты. Притчи. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом от луки. Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет. Второзаконие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Дальше. Так.